Александр, я хочу сделать канал для души, а не для заработка. И помогать людям своим опытом и знаниями. Бесплатно. Я хочу делать мир лучше. Вообще, я, вот когда я занимался сайтами, продвижением, созданием, было один к одному. Ко мне приходили люди и говорили, какие бюджеты на сайт. Александр, я хочу помогать, допустим, алкоголикам стать лучше. Я хочу людям помогать похудеть. Я хочу делиться своими историями, своим опытом. И это делать все бесплатно. Я хочу матерям рассказывать, как с ними, как работать с детьми, как взаимодействовать. Это все бесплатно. Я хочу нести в мир светлое, доброе. Я кивал гривой. Знаете почему? Это правда. Это правда. Это очень классно, что вы верите в это. Потому что это есть правда. И если вы хотите делать канал и помогать людям, и вы в это верите, это и есть правда. Но есть и другая правда. Она тоже правда. То, что для проекта, для бизнеса вам нужны деньги. И правда заключается в том, что любая кубышка, которая есть у вас, она закончится, и вам нужна будет монетизация. И тут тоже правда. Но представим, что если я приду и скажу, друзья мои, я создал этот канал для того, чтобы на вас заработать. Чтобы срубить бабулочек по-легкому. Чтобы взять, снимать видео в той стране, где мне нравится, и зарабатывать на вас в лопушках деньги. Потому что я умный, а вы дурачки. Понятно, что мы аудиторию потеряем на раз. Ну автоматически. Но деньги нам нужны. И вторая часть, то есть у нас должна быть миссия. Посмотрите на миссию школы видеоблогеров. Мы можем и хотим помогать любому человеку создать доходный канал и зарабатывать на этом. Не важно, какой у вас доход, не важно, где вы находитесь. Смотрите наши ролики, пять тысяч роликов уже бесплатно. Делайте свои каналы и у вас все получится. Правильно? Классная миссия, классная. То есть я в это верю. И вы, когда я вам рассказываю это, тоже видите, что я в это верю. Но, я двуликий Янус. С одной стороны, я хочу денег, и это правда. Потому что содержать команду без денег, вот вчера у меня в двух офисах закончился интернет. Ну, в одном был там обещан оплату, в втором просто взяли и вырубили. Если я сейчас возьму и не плачу интернет, то ничего хорошего из этого не будет, и люди будут сидеть, получать зарплату и ничего не делать от слова вообще. А если оплачу, то где взять деньги? То же самое у вас. То же самое у любого предпринимателя, то есть у любого блогера, который есть. У него становится вопрос, с одной стороны, у него должна быть глобальная большая идея, глобальная большая миссия вашего канала, вашего сайта, потому что и вы должны в нее верить. Вы должны в нее верить, потому что если вы не будете верить, вам не поверят и за вам не пойдут другие люди. А с другой стороны, вам нужны деньги. И вы тоже в это знаете и должны будете верить, да. Поэтому как бы вот в любом случае, даже если у вас сейчас самые благородные цели, самые благородные задачи, если у вас сейчас самое чистое и светлое намерение, это правда. Но тут всегда есть но. Помните о двуликом Янусе? То есть предприниматель, любой, смотрите, любой успешный предприниматель – это двуликий Янус. Это такая двуличная тварь. Почему? С одной стороны, он говорит о том, что он хочет нести в мир доблое, светлое, яркое. Помните Стива Джобса, да, там пошли менять мир. И посмотрите на цены на айфоне, двести тысяч рублей за айфон, двести тысяч рублей за айфон и меняем мир. Нормально? Нормально. Меняют мир? Меняют, да. Но и при этом, при этом люди хотят зарабатывать. Это тоже нормально. Понимаете? И там, и там нормально. Просто вы еще, пока может быть сами себе это объяснили, но думайте о том, что ваши цели благородны. Но потом вы плавненько даже не заметите этого, как превратитесь в такую двуличную тварь. Я про себя тоже так могу сказать. Потому что, с одной стороны, у меня есть желание помочь. Желание максимально помочь. Я поэтому делаю бесплатные эфиры, бесплатную школу, бесплатные консультации уже не делаю. Да? Потому что, как бы, я вот сейчас это же сказал бы на консультации. Не думайте, что у вас есть какая-то специальная, как бы, такая миссия и вы вот сделаете. То есть рано или поздно люди, которые окружают вас и работают с вами, они попросят зарплату. Даже если они сейчас, на данный момент, не работают за деньги, за идею, то очень скоро это рост времени, когда они скажут, нам надо что-то кушать и пойти в больницу, купить себе одежду там туда-сюда. Поэтому верить в то, что вы делаете миссию и помогаете людям безвозмездно, бесплатно, это нормально. И в то же время нормально, что вы в это же время хотите денег. Живите с этим. Пара-пара-пара.